так доброе утро утро началось топ-контроля кровь на паспорт моча сейчас надо еще успеть степан киселев давай рассказывай и чуток что сейчас было че делали обычная разминка это сколько километров на 12 км и побегали спокойном режиме сейчас собираемся попрыгать вы начали тренировку в 9 утра это у тебя всегда так рано или даже раньше вообще буха но как когда дома и особо такая не серьезной подготовки ты моя все-таки в 9 утра ухожу там небольшой завтрак и пошел а когда если например жара или в кении сидишь то там естественно раньше все это происходит но мы вчера например вниз спускались двадцатку бегать мы где-то в 6 40 вышли в 7 7 может начали 705 пока народу там в парке никого не было с этой целью потому что мы прошлое воскресенье тоже на такую же тренировку вышли и там оказалось вообще много отдыхающих нам приходилось маневрировать между ними короче 78 тренировку тип нормально вообще ну да в принципе нормально особенно это легче делать когда с кем-то компания 1 потому что там просыпаешься и чего куда а тут как было когда кто-то есть вот я с парнем неяс мы с ним даем интереснее гораздо лишь татарская мафия увеличивается добавляется добавляется он парень 800 бегает молодой неяс хочет в этом году марафон попробовать пусть кондера выиграть ну это суп удовушки тут часто на сборах такие прошли не разом делаешь но вот в начальный период до делаю иногда стараюсь свое время объема для поддержания особенно после длительных просов сколько сейчас неделю объем но вот у нас в прошлой неделе 171 вышла но это так маленькая пока что ну да еще не хочется за 200 переваливать ты сейчас обидел половину бегунов так на смотри вы сейчас доделываете ускорение получается и первая тренировка закончилась что дальше делают такие спортсмены как степан киселев на кровати лежать все до 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 обеда ну да надо обеда может стени спустимся поиграть ну то есть по сути ты реально заканчиваешь первую тренировку и пока твой визави идет на работу ты идешь лежать как-то да он тоже там сидит втыкает там чем там делает никто не знаю ты же как ты считаешь насколько у тебя получается есть в этом плане преимущества но перед ними перед другими на сами то он же не единственный там тот же за трошки там раньше тоже получается работал ну когда дома то все равно ты днем не отдыхаешь все равно какие-то дела находятся да понятно что у него работы это огромный минус в плане результат ну то есть вообще по сути это реальное преимущество то что ты можешь лежать спать отдыхать ну да конечно с другой стороны тоже излишняя сфокусированность на тренировках она иногда мешает иногда просто полезно чем-то отличься например меня там какие-то домашние дела у него работа да но у него я думаю когда семья страдает без него то что все равно он работа тренировки да а в дне только сутков только 24 часа наверняка что-то страдает либо сон либо семья либо работа либо тренировки а ты у тебя есть но получается что покрыто но у меня работы нету как бы у меня автоматом упадает я вот семья как но как бы я обычно надолго не езжу на сборы вот когда кения появилась у меня единственный момент стал то что надолго туда уезжает тогда долго это сколько но вот и 95 дней максимально был то есть три месяца ну да это тяжело все равно в кении тяжело больше шести недель мы так высчитали примерно шесть недель оптимальный срок потому что больше все равно африка это небольшой стресс психологически слышно тебе самого тяжко что-то там семья там остается да конечно ты на сбору к то конечно и я вот этот олимпийский сезон решил как попробовать побольше в горах находиться и семья вроде готова потерпеть так а ты им сказал что на это не знаю потерпитесь и вот столько-то и все и я перестаю да да знаешь это всегда так что-нибудь там сам следующий год наступает опять новые цели какие-то новые планы это тоже стоять на месте ты не можешь надо двигаться постоянно куда-то потому что если ну были травмы когда ты ничего не мог делать для не тренироваться и понимаешь что блин движение нужно такую депрессняк накапливаем самое главное как живет на сборах степан киселев чем занимается чем промышляет так мы видим сразу же куча кроссовок какого-то японского бренда коллаба с лебедевым чем занимается спортсмена во время отдыха а найки мечта ну давай сейчас будем изучать это начинается шоу по домам так тут какая-то желтая жидкость через такое это 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 супрагин чё помогает витамины просто куча воды фрукты колонка ты вы о картишке а зачем две пачки к город засыпает просыпается мафия мафия просыпается мафия делает выбор это книжка у нас тут есть до который брэдбри пару страниц его прочел за три недели вот смотри тут состав темы с книги не переводи да я я тет последнее время вообще плохо вообще часто читаешь раньше я прям много читал когда на сбор раньше знаешь интернет ну подожди ты имеешь ввиду книги или постыри нас это раньше много читал потом а как бы семья появилась там ребенок банально ты садился за книгу у тебя там коп ее вытаскивали поэтому он меня отучил от книг так ладно сейчас все чё там посмотрим кроме книги зарядки планшет чтобы смотреть stories и на большом экране пульт а телек телек смотрите подожди нет ни разу за три недели буду верить ладно блин увидит красивый а вы не там шик посмотрите как живут элитные атлеты пока вы прозябаете в своих офисах провода всякие зарядники но вот сосед обязательно чего-нибудь возьмет какую-нибудь хрень которую можно побаловаться он эти иголки это тоже счет от еще вещи вещи кроссовки смотри они для ходьбы как бы тогда спасибо лебедев сейчас скажет мне да так вот но как правило 2 на мне не только две вот у меня смотри вот этой есть паром беговая вот это гавая gt 1000 но беговая в смысле для кроссов и лечу да 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 а чем они если различаются чем фига так много братья но всяко бывает вдруг дождь пойдет или например снег ты утром отбегал и до вечерней тренировки у тебя не высохли кроссовки тогда ты вынужден какую-то другую пару это как правило для работ это два раза в неделю на марафон максимум вот новая моделька они как бы вообще для асфальта супер тоже для кросс но я вот двадцатку мы вчера бежали по 330 них пробежал в них ноги не убивать вообще код сушилка у нас вот тут с нашими вещами здесь вот все в основные вещи так что из сумки то что настали еще еще тут блин у нас ничего такого нету вот тут вещи о пульсометр вот но еще одна еще одна книга мотивационная которую я пока не не взялся читать кажется просто куча книг со поверишь ну кто знает у меня у меня сосед не знает кто зайдет не яс молчаливый но мы чаще спускались вечером после ужина собирались в холле и либо в карты играли либо в мафию сейчас мы 10 километров побегали и двинемся зал утром я прыгаю вечером тому фп поддерживать бег бег сейчас не основной как бы ну и вот сколько ты сейчас пробежал сейчас здесь по мою где-то мы примерно ну это чисто по лайк да да ближе там к сезону как вторые тренировки они во что вообще превращается но уже как бы бега посерьезнее бывает объем побольше иногда в тени например там спешил блоки вставляется где вообще бывает там прям полноценная работа идет но в целом все равно все равно это так забегивает забегивается работа основная утренняя принципе редко когда из вечерней можно превращать какую-то работу ты встал в прошлом году или даже по нанесенному не помню два года назад в общем ты стал таким адептом кении и говорил что кения как раз таки лучшее место для подготовки но получается сейчас мы тебя видим кисловодске после этот едешь киргизию почему решил отказаться и начать ездить вот сюда на сборную сейчас еще рано набирать такую форму ты можешь набрать да сейчас поехать в кению набрать там ход и куда его девать просто у нас мы заходим в межсезонье когда у нас стартов нету в любом случае ты должен ждать как минимум вот апрель сейчас чемпионат россии перенесли на апрель сочи поэтому надо туда выходить форму а не раньше просто у меня была была ситуация когда ты вроде полон силы там у тебя мотивации полные штаны и полные карманы ты начинаешь там впахивать впахивать и работаешь и в какой-то момент вся мотивация она истекает и ты подходишь к тому моменту когда вот тебе надо начинать работать да а ты уже все закончился поэтому я уже так понял что надо выдерживать какую-то паузу сдерживать себя заниматься какими-то слабыми сторонами и наступит момент когда работать ты должен быть в полной готовности мне здесь не только сборная может жить здесь как бы любые спортсмены могут приехать заплатить я не знаю сколько в сутки проживания не ясно не знаешь сколько в сутки проживания чуть больше трех тысяч по лунда ну то есть по сути типа я там могу на 10 дней сюда приехала тридцатку заплатить у меня будет тоже вот эти все процедуры все все включено круто